В сегодняшний воскресный день Святая Церковь предложила нам Евангелие, в котором рассказывается об исцелении двух слепых. Два слепых человека, узнав, что мимо них проходит Иисус Христос, устремились за Ним и кричали Ему, Иисусе, Сыне Давидов, помилуй нас! Но Христос, как бы не оборачиваясь, идет своим путем. Но уже в доме, куда также пришли слепые, Христос спрашивает у них, а веруете ли, что Я могу это сделать? И они говорят, Ей, Господи! И тогда Христос произносит эти удивительные слова, по вере вашей, да будет вам! И слепые прозревают. Вера слепых сделала их зрячими. Как часто мы с вами читаем Евангелие и не видим глубокого смысла, прочитываем, как некую историю, которая когда-то происходила, но она как-то очень косвенно касается каждого из нас. А правильное прочтение Евангелия, это когда мы читаем каждое слово, обращенное к себе. И вот если мы сегодня к себе обратим это евангельское благовестие, то поймем, что слепые-то мы, мы живем и как будто не видим ни событий происходящих, ни оценки этих событий, ни выводов никаких не делаем евангельских. Живем, как все. Вот, дорогие братья и сестры, сегодня как раз мне и хотелось бы предложить вам несколько путей правильного видения, пути своего, чтобы прозреть духовно и видеть тот путь, которым нам заповедал идти Христос. Итак, первое, нужно узнавать Иисуса Христа, ведь слепые, давайте представим, слепые люди, которые не видят, не читают, узнавали о Христе по разговорам, по слухам, вот о Нем говорят, они туда идут, вот они о Нем слышат, расскажите им их с вами, можно посидим? Мы ничего не видим, садитесь, садитесь, слепым дают возможность посидеть, послушать, да вот сейчас ходит такой человек, который исцеляет больных, дает возможность прозреть слепым, как неужели мы слепые, можем прозреть, да, вы знаете, вот такой невероятный человек, еще никогда не проповедовал никакой человек так, как этот. И вот, узнавая о Христе, они ждали с Ним встречи. Второе, когда они узнали, что Он идет мимо них, они все оставили и пошли за Ним. И мало того, они говорили, они кричали Ему, Иисус, Сын Давидов, помилуй нас, потому что получить возможность прозрения и исцеления своего недуга у них больше никогда могло не получиться. И вот, когда Он был в доме, слепые приходят к Нему. О чем это? Это о том, что есть дом, где пребывает Бог. Это храм Божий. Если мы слепые и мало понимающие в духовной жизни или как бы духовно незрячие, хотим прозреть, мы должны обязательно ходить в дом, где пребывает Христос. И следующее, что проявили слепцы, они исповедали веру свою. Веруем Господи. Ей Господи. Веруем, что по одному Слову Твоему мы можем прозреть. И вот тогда Христос и говорит им, вера ваша спасла вас. По вере вашей да будет вам. Вот, дорогие братья и сестры, мне хотелось бы, чтобы каждый из нас прежде всего узнавал о Господе. Там, где о Нем говорят, присутствуйте там. Где слышите о Нем, прислушивайтесь к тем, кто говорит о Христе. Ведь кроме Него никто не может исцелить нас от наших духовных недугов. Второе. Обязательно идите. Не лежите, не ленитесь. Вставайте, поднимайтесь и приходите туда, где Христос, этот Дом Божий, это Храм Господень. И, конечно же, прилагайте к этому принятие святых христовых таинств, участие в Божественной Евхаристии. Обязательно исповедуйте. А в храм придя нельзя не исповедовать Господа. Нельзя приходить в храм, просто ставить свечку. Пришел и ушел. Надо исповедовать Иисуса Христа Господом. И потому, кто еще приходит только в храмах свечку ставить, он еще только на пути. Те же, кто приходит на литургию и вместе со всем народом православным поет. «Верую Господи и исповедую, яко Ты и сего истину Христос, Сын Бога Живого, пришеды в мир грешный спасти». Значит, мы уже на пути прозрения. Значит, те, кто приходит в Божий храм, уже не слепец. Он уже духовно зрячий человек. Вот я хочу поздравить всех вас, духовно прозревающих, в Божьем храме, где мы вместе с вами исповедуем воскресшего победителя смерти Иисуса Христа. И после посещения храма, как важно, нам выйдя, и тем, кто не видит, не прозревает духовного пути, рассказывать им о нашей с вами вере, о свете, который просвещает всех, об Иисусе Христе. И так же, как когда-то мы постепенно начинали ходить в Его дом, приглашать, посещая этот Дом Божий, чтобы прозрела и их душа, чтобы и они услышали эти удивительные слова Христа. По вере вашей, да будет вам. Аминь. Аминь.